Первое знакомство с человеком, который направился на улице. Как познакомиться с девушкой? Поэтому же, например, мужчина и женщина по-разному. Хотя можно и для девушки тоже, в зависимости от того, какая цель у нее будет. Как познакомиться с девушкой на улице? Оставай себе вопрос даже. Жди пассивного ответа. Как познакомиться с девушкой на улице? То есть, вхUD на пикапе. Познакомиться для серьезных отношений. Я ищу девушку для развития серьезных отношений. создание семьи и как ты думаешь что нужно для того чтобы ознакомиться с девушкой ты думай включая мозги, потому что я тебе скажу у меня свое видение мой опыт он тебе может не подойти что-то может есть общее но у каждого есть свой опыт когда я работаю через копчик всегда стараюсь активизировать ресурсы твои. Буквально вчера была ситуация я ехал в одном автобусе в другом автобусе ехала масса людей и сидела девушка. Я как-то просто вздумавшись и задержал мне взгляд наши глаза встретились, автобусы стояли на светофорах вот так. Мы тут долго сидели, я тут научил такой напряженный я там начал ей улыбаться, потом мы начали друг другу просто смеяться, наши автобусы друг другу обгоняли она уже от меня назад не обводила и просто смеялась. Поэтому зрительный контакт и улыбка это наверное первая возможность понять хочет ли человек в принципе идти на контакт. Лично с ним, отлично. Давай мы сейчас разобьем несколько этапов давай разобьем на этапы. Сначала я, это же я сначала. Это она, между нами стена. Прежде чем начинать знакомиться что мне должно быть для того, чтобы я вообще начал знакомиться? Позитив какой-то меня должен идти, это не у них хорошая. Нет? Нет, вот вообще вот я вот ты идешь назад, катись еще назад. Ты не был на моем тренинге, где были с самого начала? Нет? Ладно, вкрас, 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 вкрас. Это я, это мой потенциальный партнер. Я с своими проблемами, которые у меня есть. Куча проблем. Не знаю, сейчас я улыбаюсь, но вообще когда я, нейтральный всегда не сначала. Мне задача наша, чтобы я стал, чтобы я стал, улыба начал улыбаться. Покажешь я нейтральный. Вот такое. Да? И она нейтральна. Для того, чтобы я мог притянуть потенциального партнера. Каким я должен быть? Что мне должен быть? Ну, вы не нейтральный, а позитивный надо, да? Позитивный. Да, отлично. Или если я буду нейтральный, и тут нейтральная, и тут нейтральная. Она никуда не двигается, да? Да. А чтобы была какая-то активность, я должен ее наполниться энергией. Когда мне будет активность энергией? Никуда, опять же, позитивный. Позитивный, отлично. А что дает позитивность? Хорошие эмоции, позитивный. Хорошие эмоции. А чего же хорошие эмоции появляются? Удовольствие. Ну, удовольствие. А удовольствие, чтобы тебя долго не мучить, скажем, самодостаточность. Да? Когда у меня есть все. Как я подписываюсь, у меня есть все, что мне нужно. А что у меня все? Я стал самодостаточным. Это значит, у меня ничего не тревожит то, что у меня было в прошлом, какие-то проблемы у меня там были. Там прошлое отношение. Прошлое проблемы. Все проблемы. Дайте подобрать. У меня оно не беспокоит. У меня его нет. Я их закрыл. Я здесь и сейчас. Судача какая-то здесь и сейчас. Я здесь и сейчас. Это и мне благость и полноценность и самодостаточность. И я наполнен теми знаниями, тем состоянием, которые мне нужны для того, чтобы притянул соответствующую половинку партнера. Да? Теперь для того, чтобы притянуть партнера, который нужен мне, что мне для этого нужно? Что мне нужно для того, чтобы притянуть партнера? Контакт оставить? Минимум зрительный контакт, правильно? Ты смотришь уже на технику. Я глубже или не глубже? Смотри, для того, чтобы я целостно, я самодостаточный, чтобы мне стать самодостаточным. И если я буду самодостаточным, я смогу притянуть другую самодостаточную личность. Правильно? Я должен быть наполнен каким-то содержанием. У меня должен быть какое-то содержание. Содержание у меня какое-то. И вот какое-то требование. Содержание моих качеств. Которые у меня есть, которые меня наполнят. Когда я ищу другого человека, человек меня как оценит? По моим качествам. Моя внешность. Мое образование. Моя способность защищать и так далее. Все какие-то базовые функции. Базовые функции. Моя способность защищать и так далее. Моя способность защищать и так далее. Поль-iot в inherent органам. Поль-поль основания CLS. То есть данное вещи сложилось нацелиться с PeugeotAndroidi. Правда богатый, игра… Ага да… Так. Ну вот никогда, есть полшурно… Готовариваете данные силы rivetsen. Понятку на условиях DeNais rakas. Вот оно с денежкой… А здесь у нас… Ромашка. Это я нарисовал. Это корни дерева, это ромашка чувственная. Семь чакра ты знаешь, да? Семь чакра. Ладно, вкратце. У нас есть семь основных центров. И базовый семь центров это то, по чём мы выбираем, как правило, подсознательно себе партнёра. Мы выбираем себе партнёра, мы смотрим на грудь. Девушка, да, смотрит? Грудь у неё была, бёдра широкие 60-90-60. Почему мне нравятся бёдра женские такие, и грудь? Потому что это красиво. Потому что пойдёт и говорит, что мы перед этой чакрой, которая идёт, выживание, размножение, защита, размножение и выживание. Чтобы мы как гиб не пропали, не исчезли. И мы подсознательно, учёные говорят, что мы подсознательно выбираемся, партнёра для того, чтобы пересыли, продлить брод, чтобы он не выгодил. Мы думаем, да, мне нравится красивая грудь, попа, бёдра и так далее. Для чего? Потому что большие бёдра способны для наших ребёнка, большая грудь способны для их армии. Яркие глаза, глупость, сверху кожи и так далее. Всё, что нам внешне нравится, это всё характеризует то, что человек здоровый и способен, соответственно, выполнять эти функции на трёх чакрах, базовые, которые являются нашей основой. Чтобы мы как пособь не исчезли. Защита, размножение, выживание. Мы выбираем с этих качеств. Понятно, да? И так, для того, чтобы мне выбрать партнёра, который подсознательно имеет на своей программе, если ты имеешь эту программу, вот я, здесь у нас есть один пункт, как какие-то на трёх. Правда, новый пункт номер один подсознательно стоит. Выживание, защита, безопасность, да? Безопад. Чтобы было что-то покушать, кровь над головой, и чтобы было хорошо. Чёртого наслаждения. Понятно? Это программа номер один. То есть есть базовые, врождённые. Затем есть уже другие пунктики, которые зависят от моего уровня развития, от того, на каком уровне энергетическом, своего эволюционного развития, психического я нахожусь. Или я нахожусь на первых трёх базовых функциях, в которых находится всё живое. Все живые организмы, все восемь миллионов, четыреста тысяч живых организмов, которые существуют там в материальном мире, они пользуются этими двумя функциями. Защита, размножение, выживание. Если я поднимаюсь выше, у меня духовность начинается, к примеру, с сердечной чакры. Сердечной чакры. И пошло выше. Ок? Итак, в зависимости от того, какой у меня набор, сколько пунктиков, странствуют, вроде всё привязывается к чакрам. Почему? Потому что они очень чётко говорят, это наши уровни психической энергии, это психические центры. На разном психическом центре разные функции работают. Из-за того, где я нахожусь, где я нахожусь, я нахожусь на этом уровне. То есть, если я нахожусь на сердечном центре, для меня это самый главный центр для меня, для того, чтобы чувствовать себя комфортно со своим партнёром, у него тоже этот центр должен быть развит. Ок? Требования минимальные, чтобы у нас была коннекшн, чтобы у нас была гармония отношений, начальная фундаментальная, хотя базовая, должно быть минимум три центра совместимые. Вот мы с вами говорили по классам. Я так понимаю. Но три центра вы имеете на увазе не базовые, правда? Нет, нет. Сейчас я скажу. Мы с вами говорили, мы говорим о том, что есть совместимость у нас какая. то есть, вот это должно быть выполнено, это подсознательная функция всех работы. Ок? Так же у нас есть ценности жизненные, которые поделяются четырьмя классами, пять классов, вернее. Класс рабочие, люди, которые без определенного вида деятельности, люди, которые работают руками, люди, которые бизнесмены, люди, которые защитники, кшатрии, правленцы, военные, и люди ученые, четыре класса. Ок? Это один из важных категорий, свое, на какого-то уровня еще человека своего. И, так же, должно быть совпадение по центрам энергетических. Энергетические центры, на которых мы находимся. Должно быть минимум три центра, совпадение у нас должно быть минимум три центра, чтобы мы имели общую возможность развиваться совместно. Итак, самое первое. Какое в чем должно быть совпадение у нас? Создачное центра. Не-не-не, вот мы выбираем вот-вот. Я сам достаточный, он самодостаточный. Как я начинаю определять, как я определяю, что этот человек мне подходит или не подходит? Нет, скажи. Сладкость из карты, нам больше не надо было уже. Как проходили? Я постоянно же возьми... Там камера куда смотрит? Нормально? Да-да-да, все доброе. Нормально смотрит? Да. Вопрос. Вы самодостаточны для того, чтобы начинать строить отношения. Да? Я должен быть здесь, вот он я, и вот мой потенциальный партнер. Я должен стать самодостаточным, находиться всеми этими знаниями, вот списочек знаний, которые нужны мне. То есть я мужчина. обязанности мужчины. Обязанности мужчины. Сейчас схему повторю. Итак, я самодостаточный, что только самодостаточный? Я имею все эти качества, и все эти навыки, и все то, что нужно для моего потенциального партнера. База, я включаю, как правило, первые, базовые, то, что нужно подсознание. Выживание, размножение, и защита. Окей? Плюс к ним еще идут те качества, которые у меня есть в соответствии с моим кармическим, у нас есть три назначения. Тело, кармическое назначение, и развитие себя иоленской любви. Окей? Поэтому качества, которые в соответствии с в зависимости от того, какое у меня кармическое назначение, то есть, если я одно дело, если я ремистник, или я ученый. У меня есть разные качества. И эти качества у меня здесь в списочке, они у меня здесь входят. Окей? Ну, это такое сразу много непонятное, что я знаю, какие у меня есть кармические кармические назначения. Это уже другой вопрос. Если я говорю, что нужно, а потом же, как я говорю, ты хочешь быть здоровым, я тебе говорю, нужно правильно питаться, режим питания, нагрузки и отдыха. Я все сразу же не рассказываю, я говорю, вот эти общие пунктики, три кирпичка. Нагрузка, питание и отдых. А потом отдельно каждый кирпичик мы разбираем, что такое нагрузка, что такое питание, что такое отдых. Так же здесь мы говорим, для того, чтобы построить нормальные, серьезные отношения, хорошие отношения. Вот есть я, есть мой потенциальный партнер. Я должен стать самодостаточным. Что такое самодостаточным? Это значит то, что я наполнен теми качествами, которые для меня важны. у меня есть все, чтобы быть с точки зрения объективности, иметь все, что мне нужно. Я счастливый человек. Я живу в соответствии со своим телом. Номер один. Я живу, исполняя свое назначение в соответствии кармической сдаче. Я развиваю силенскую любовь. Вот это я самодостаточный. Это тоже самодостаточный, у каждого разный. У кого-то только здесь вот три центра, у кого-то четыре, у кого-то пять, у кого-то семь. Тогда определяется уровень моего наполнения. Вот здесь списочек, вот этот списочек, которым я беру. Вот он здесь говорит, у кого-то список. Сколько мне здесь пунктиков стоит из общего развития. Или я только три базовые для меня должны покушать, поспать, я поеду. Я говорю, да, дегрестный, как правило, да? Или я человек более духовный, значит, на меня уже четыре, в моем списке будет уже качество вот этих четырех центров. Это я должен быть хорошее здоровье, тело, уметь наслаждаться, чувствовать, уметь добывать денежку. Это базовое, да? Если я человек выше, сердечно-сердечно работает, значит, у меня ещё в моем списке изъявляют качества, которые я имею. Я имею здесь сердечко. Вот оно сердечко здесь. Я, соответственно, буду искать здесь тоже, если здесь сердечко, у неё есть она или нет? И если я буду искать того человека, который тоже это имеет, потому что для меня это очень важно, соответствие качества. так? Итак, ещё раз. Рисуй себя. Я самодостаточный. Стал самодостаточный, а у меня ещё другую личность самодостаточная. я изучаю, изучил себя. Когда я посмотрел так, мне нужно изучить себя. Это вызывается от всех проблем, которые у меня есть. Следующее. Я изучаю объект, с которым я буду строить отношения. Так? Теперь я буду иметь отношения с женщиной, я должен изучить, какая она есть. Что нужно для ней, для того, чтобы стать счастливой, другими словами. Что она ждает от мужчины. И это я привязываю к обязанностям мужчины. Обязанности мужские и женские. Мужские. Мужские и женские обязанности. Итак, я изучил её. Затем я изучаю, как нам коммуницировать друг между другом. Нужно для того, чтобы наши отношения были хорошие и правильные. Как я говорю, купил комбайн, должен изучить инструкцию. А инструкция, это есть в коммуникации. Как и не в комбайне, а пользоваться, чтобы правильно кнопку нажимать, чтобы он работал вовремя. Вот это общая схема. Так? Еще раз. Я самодостаточник, наполнен заказчиком, как вы должны иметь мужчины, для того, чтобы притянуть в ответ женщины, которую я хочу. Изучаю женщин, что она хочет. И изучаю коммуникации между нами. То есть, я должен найти похожие, а не отдельный книг, и кривого качества. Я смотрю то, что меня удовлетворяет. У меня есть тот список, обязанности мужчины. Я хочу искать, я хочу избияющую женщину. Это называется мандамский набор, и кремецкий, и мандамский набор, да? Кремецкий набор, и мандамский набор. Я хочу женщину, чтобы она была ответственна, чтобы она занималась спортом. Так? Соответственно, я должен иметь качество, которое позволит притянуть такого человека. я хочу иметь дежу, который занимается спортом, да? Спортом она занимается, велосипед и бирь. Я тоже должен заниматься спортом. для врача, да? Да? Если я хочу, чтобы девушка была у меня послушная, послушная, я каким должен быть? Это с чего начинается список обязанностей мужчины, обязанностей женщины в списочке, обязанностей мужчины. Я должен быть ответственным. Ответственным, да. Если я занимаюсь, я хочу, чтобы она была здоровая. Здоровье. Я тоже должен вести здоровую жизнь, верно? Да? Как будет? Что-то замолчал, я понял, что с этим в ровняка, да? Если я везу здоровую жизнь, хочу, чтобы девушка была здоровая, красивая. Я тоже должен быть здоровым же, правильно? Ну да. А если я наркоман, алкоголь, то в кого я притяну? Нет, конечно. И так я создал свой наборчик, свои качества. И я смотрю, что у меня есть. И я теперь еще выхожу на маркет, и смотрю, мне нужна Маша, которая здоровая, которая послушная, которая хозяйка хорошая, которая сердечная умеет, сосчувствует меня, поддержать меня в нужную минуту. А кто? И чтобы... Ну вот, что-то не получается. Пытаюсь знакомиться, не нахожу каких-то девчонок. Все девчонки от меня отвалят, какие-то, попадаются от них, больные, строптивые, строптивые, непослушные, спортом вообще не занимаются. Начинаю думать, делаю баллы, ватсап, в чем проблема? И? И? Как думаешь, в чем проблема? Значит, не они, не те. А почему? Что значит, не те? Ну, блин, у нас такая еще ситуация, кулит юг. То есть, они все плохи, я понял. Да. А может, я сначала подумаю, если у меня то, чего я хочу, совместимость должна быть, да, по ответственности и послушанию. Если хочешь, чтобы лично была послушная, я должен уметь качества, которые позволяют ей быть таковой. А ответственность с качеством должны быть, совпадать, совпадать, что они должны уроновешивать друг друга. Поэтому мы изучаем обязанности мужчины и обязанности женщины и смотрим, какие качества у нас есть. Так, 64. Качества самые современные женщины. Совершенные. Мужчины тоже 64, да? Да. Мужчины и женщины совершенные качества, которые нужно иметь для того, чтобы притянуть совершенную совершенную женщину. И соответственно, наоборот. А у вас есть список целя? Есть, да. Есть, да. Окей? Поэтому мы говорим, как бы, это идеал, к чему мы стремимся. Но поскольку мы каждый раз, это конечная цель, когда она будет в этой жизни, может быть, еще в 20-ой жизни. Мы имеем то, что мы имеем. А можно ли питание сразу? Сейчас, я с вами закрою, не закрою. Поэтому мы имеем то, что мы имеем сейчас. Вот список качеств, которые у меня есть. Вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей? У меня есть этот список. И у нее такой, и у нее какой-то список. Я смотрю, что... Окей. Что есть у меня? Что я могу дать тебе? Что притянуть тебя с такими качествами? Что я должен тебе дать, чтобы иметь тебя такую здоровую, послушную, сердечную? Так? Сравнивая списки мужской и женской, я развиваю все эти качества. Если для меня это жизненно важные качества, я называю его минимальным набором. Это фундаментальный набор, без которого я не могу жить. Фундамент, как вот здесь вот три чакры первые, это для нас всех, мы можем все не понимаем многие, но это есть база, фундамент. То есть его, поэтому в этот списочек должен быть включен список каждого. Здоровое, способность рожать детей. Окей. И выживание. Ну, каждый по-своему решает эти функции. Мужчина одно из... А как для женщин, для меня это, допустим, монаш... Женщина все внутри делает. У всех, все центры есть у нас у всех. Только они по-разному приляются, по женскому категору, по мужскому типу. Мужчина с защитой. То есть, берем первый человек, защита. Мужчина защищает во внешнем мире. Женщина тоже должна защищать. Но она защищает внутри. Мантрами, чарами, молитвами, оберегинами. А мужчина оберегает снаружи психически свою жену, физически. И материально. Материально. А как на каком материальном тратии чакры? Как допустим, женка повинна на себе церковь связывать? Третье. Третье. Что отвечает для детского центра? Не только достаток. Не только достаток. Это вообще-то преодоление трудностей и препятствий. Это реализация себя в обществе. Умение терпеть. Это не только денежка. Это много. Умение реализации себя в обществе. Это преодоление трудностей и препятствий. И через не могу. Мужчина это делает во внешнем мире, когда он ищет себе работу, добивается положения на службе, и эпид спортом занимается. Для того, чтобы стать чемпионом, это тоже не будет здесь. Женщина. Это аскезы, можно даже сказать. И коммуникация. Изумление от гордыни, общение с внешним миром. Женщина это делает внутри. Работает над своими качествами. То есть мне тяжело учить мантры, мне тяжело вот это вот молитвы изучать. Мне тяжело вставать утром и готовить кушать, но не хочу, так тяжко. Мне тяжело вот быть сдержанным, так хочется поорачивать, потому что приходится у меня с Аполлонниками, вот это вот дай так по голове, потому что приходит грязная водинка. Я уже сто раз ему говорю, а он не слушает нифига, не понимает, что мне было так тяжело. Это работа женская. Это все энергии, они проявляются из мужской и женской стороны. Только по разному. Женская энергия, мужская энергия. А может быть вопрос? Мне сейчас 20 человек, и я бы хотела как-то семью вас, ну, по 2-3 года, ну, по 2-3 года. Допустим, если я не буду ровеснику, как я могу знать, что у него есть все эти качества, если, допустим, что не есть зрелый человек, может это потом появится, скрыть это все. Как понять? Какие самые качества у него есть? Ну, например, ответственность. У нас, например, в 25-50 лет, она совсем разная. Как я могу знать, что у него это есть? А, допустим, что он будет хорошим датом, а что в 20 лет, по сути, у человека еще не... Вы еще не можете знать, если у него нет, если вы не узнаете, что у него этого нет, вы что делаете? Вы даете кредит. Женщина дает кредит. У нас встретила 20-летнего мальчика, у нас 25-летнего, поводить какую-то, говорит, 25 лет – это уже нужно состоявшийся мужчина. Но чтобы он стал состоявшимся мужчиной в 25-ти годах, он должен иметь развитие. Все же все четыре качества начинали развивать с семи лет. Вообще с пяти лет уже начинали. То есть нужно смотреть, чего он достиг к этому возрасту. И женщина, вы имеете уже все, что вам нужно. Вот вам встали 15-17 лет. Девушка, в принципе, уже все может иметь. Дальше, что при условии, что она получала, так же воспитывала, развивала свои психические качества, которые женщина должна развить совершенно. Мама давала ей образование и так далее. К этому возрасту у нее уже все есть. А у мальчика еще ничего нет, потому что он еще только должен выйти во внешний мир, когда он прошел только в третью чакру, как и выходит на третью чакру, для того, чтобы адаптировать себя во внешнем мире, получить образование. Испонять свои функции. Функции обеспечения, защиты. Защита не только физическая, защита эмоциональная. Мы себе предложили это мудрым. Получить определенные знания, получить определенные навыки. И возраст также имеет значение, потому что в каждом возрасте есть свои энергетические потенциалы. Почему мужчина раньше 25-ти лет не рекомендуется жениться? Потому что 24-25 лет получается что? 4-4. Это на четвертом уровне, четвертый фон. Четвертый, вам непонятно, просто примите, я понимаю, это надо... Я не могу сказать. Вот это вкраска. Я в принципе не знала, что обычно стоит. У нас есть 7 центров. И на каждые 7 лет мы повторяем цикл приниматься. Первые 7 лет мы на первом уровне, на первой чакре. Вышивание, страх, защита. 7 лет прошло, прошел 8-ой год. Мы уже переходим на фон, идет вторая чакра, и проходим через каждый центр. И так далее. 25 лет, а получается, 25 лет заканчивается, это 4-4. Сердечная чакра. Это самая сильная сердечная чакра. В этом случае это начало духовности. Сердечная чакра – это начало духовности. Это то, что мужчина должен иметь, то, что он является духовным лидером для своей семьи. Поэтому, с моей точки зрения, почему именно в 25 лет по исполнению мужчина может начинать жениться после 25 лет. Итак, в чем проведено? Скажу, что мы. Пошли, продолжим. Закон. Ну, для того, чтобы закрылось, нужно быть самодостаточным, иметь минимальный, базовый домор, качество, как своих, так и понимание того, с кем ты хочешь, что запросить, и как ты не хочешь. Ну, и плюс еще, соответственно, оборудование. Очевидно, имеется в виду, для мужчин, это 24 года, а то 25, да, Ну, я бы 24 даже сказал, что за 24, же не общая. 24, 25.